Привет, это Атом Дуба. В своих прошлых видео я показывал, как устроен мой маленький самодельный генератор Вендеграфа примерно год назад. В этом видео ты посмотришь на большой генератор, работающий ради науки, вырабатывающий миллионы вольт. Находится он в одном из корпусов Института ядерной физики имени Скобельцина, у меня за спиной, вон там. Рассказал нам о нем один из сотрудников Института Андрей Шемухин. Использует этот генератор для ускорения заряженных частиц. Заранее предупреждаю, все, кто ускоряют частицы, используют странные слова F, KEV, MEV, GEV, TEV. Что они значат? Ну, например, MEV — это мегаэлектрон вольт, то есть миллион электрон вольт. Это энергия, которую приобретет частица с зарядом, как у одного электрона, если переместиться между точками, между которыми поддерживается миллион вольт. Ну, GEV, например, это то же самое для миллиарда вольт, гигаэлектрон вольт, TEV — для триллиона и так далее. — Куда идти-то? — Вниз, вниз. — Прямо совсем? — Да-да-да. — Так, вот это, собственно говоря, и есть Андрей. — Здравствуйте. — Да, здравствуй, Андрей. — Расскажи нам, сколько у вас тут генераторов Ванграфа? — В нашем корпусе действующих два генератора Ванграфа. Один был создан в начале 50-х годов по проекту еще самого Сталина, и как бы до сих пор он функционирует и работает. Второй, который справа от меня расположен, который в данный момент вскрыт, начал функционировать у нас в 2004 году. По функциональным возможностям они одинаковые, однако за такое продолжительное время технологии уменьшились в несколько раз. — А до какого напряжения вы заряжаете эти генераторы? — Маленький у нас может работать на энергиях до 2,5 мегалитрон-вольт, то есть до 2,5 мФ. Большой планировался до 8, однако в те годы был просчет в теории, и реально он там до 5 может работать. Если не вдаваться в детали, то принцип работы генератор такой же, как и у моего самодельного. Непроводящая лента вращается, заряжается и несет заряд туда, где он будет накапливаться. Заряд копится на вот такой вот формы металлическом колпаке. Его называют кондуктор. Это кондуктор от большого советского генератора, а этот, поменьше, от голландского. Во время работы его надевают прямо на генератор. Однако, в отличие от моего самодельного генератора, здесь сверху на генератор надевают еще один металлический колпак. Он уже не под высоким напряжением, а надежно заземлен. Этот колпак – это наиболее монструозно выглядящая часть генератора. У маленького генератора он стоял в стране, когда мы пришли, а у советского генератора установлен на месте и полностью закрывает все, что внутри. Причем снизу этот колпак прикручен здоровенными болтами. Вот эти болтики откручиваются вот этим маленьким гаечным ключом. Прекрасно. Почему он такой маленький, я не понимаю. Это котел высокого давления. Для того, чтобы вот эти пресловутые 4-5 мегавольт не пробились, не знаю, на стену или в человеке, кто здесь находится, оно заполняется электропрочным газом. Соответственно, газ высокого давления 10-20 атмосфер, чтобы этот котел не улетел в стратосферу, он привинчивается такими маленькими болтиками. Да, что-то как-то хлипко, хлипко очень, по-моему. Ну и потом эта штука тельфером поднимается наверх, и внутри него… Чем поднимается? Вот этим вот маленьким краном? Вот этим маленьким краном поднимается наверх. Ну и внутри, на самом деле, конструкция один в один, как на маленьком. А, да, соответствующий. Использование электропрочного газа позволяет сильно увеличить достигаемое напряжение. Это разумно, ведь через него заряду намного сложнее уходить с кондуктора. Внутри, под кондуктором прячется куча более мелкой электроники, работающей независимо от самого генератора, задача которой – создать положительно заряженные частицы – ионы, и отправить их в свободный полет. Эээ, миллионы вольт на кондукторе не мешают электронике? Ничего, что там такое напряжение, а? Конечно, нет. Напряжение всегда измеряют между двумя точками. Напряжение еще называют разностью потенциалов. Предположим, в точке А потенциал 11 вольт, а в точке Б потенциал 10 вольт. Тогда между ними напряжение всего лишь в 1 вольт. Везде на кондукторе у нас потенциал миллион вольт. Миллион минус миллион равно нулю. Поэтому, если расположить всю электронику внутри кондуктора, то никаких проблем не будет. Высокое напряжение на кондукторе будет влиять лишь на те элементы, которые находятся снаружи, в особенности вблизи. Кондуктор заряжен плюсом, поэтому он будет отталкивать ионы, как только они выйдут из него. Для ионов выйти за пределы кондуктора как скатиться с высокой горки. Все ускорение частиц происходит на коротком участке, где установлены металлические кольца. На ближнем к кондуктору кольца 2,5 миллиона вольт относительно Земли, а на дальнем 0 вольт. Дальше ионы летят после колец по инерции и уходят по трубе в соседнюю комнату. Чтобы ионы не сталкивались с молекулами воздуха, теряя энергию, а летели свободно, в трубе, через которую они летят, поддерживается глубокий вакуум. А зачем нам такие напряжения? Что мы с помощью них делаем? Я знаю, что вот, например, на большом адронном коллайдере ускаляют миллион раз сильнее частицы, чем тут. Ну это совершенно разный класс задач, там решают по поиску элементарных частиц, как бы частицы бога и так далее. Здесь более приземленные материологические задачи. Ну на данный момент в свое время, как бы, все вот это, большие ванграфы создавались в рамках ядерного проекта. Казалось, что таким образом можно наработать какое-то количество, как бы, радиоактивных элементов, что-то исследовать с помощью них и так далее. На данный момент ванграфы используются для прикладных целей. Берутся частицы, заряженные до этих энергий, и с помощью этих частиц они попадают на какую-то мишень, рассеиваются от нее, ну и как бы теряют свою энергию. По величине потери энергии... А что за мишень? Мишени разнообразные, твердотельные и не только. Сейчас ведутся работы по воздействию заряженных частиц, таких энергий на какие-то живые бактерии. Соответственно, как, как бы, они будут умирать? Короче, убивают бактерии, да? Да-да-да. Ну, как бы убивают... Отличная задача. Отличная. Отлично. Так что, ну, в соседней комнате, экспериментальные залы, мы можем посмотреть экспериментальные камеры более близко. Одна из самых актуальных задач, для которых используют ускорители на генераторах Вандеграфа, анализ различных твердых тел. Например, исследование новых электронных или оптических материалов. Этот анализ происходит вот в этой камере в соседней комнате. Сюда кладут интересующий объект и стреляют в него пучком ионов. Когда ион прилетает в твердое тело, то с ним может много чего произойти. Я не имею в виду ничего катастрофического, имеется в виду незаметные глазу процессы, информация о которых может оказаться полезной. Ион может врезаться в какое-нибудь ядро из этого твердого тела и вызвать там ядерную реакцию. Может просто ударить и выбить этот атом, в который он врежется. Может рассеяться и отскочить куда-нибудь в сторону. Если тело тонкое, он может пролететь насквозь. Если тело потолще, он застрянет. Все эти процессы можно исследовать понатыков вокруг датчики. Например, если измерять энергию рассеянных ионов, то тогда можно определить, какие атомы лежат внутри твердого тела около поверхности. Называется этот метод резерфордовское обратное рассеяние. А если взять в качестве мишени не просто твердое тело, а кристалл, где атомы расположены упорядочно, то можно очень точно определить направление, в котором выстроены атомы внутри этого кристалла. Дело в том, что при определенном угле ионы практически перестанут рассеиваться, а будут проходить глубоко внутрь кристаллической решетки. Этот эффект называется каналирование. Или можно отследить ориентацию кристаллической решетки, используя другой эффект. Ионы, рассеянные под определенными углами, не могут улететь из кристалла, потому что на их пути оказывается целая куча из атомов. Называется это «Эффект тени». И открыл его в 1964 году Анатолий Филиппович Тулинов. Вот прямо вот на этом вот самом советском генераторе Вандеграфа. Если напротив кристалла установить пленку и сделать снимок рассеивающихся ионов, то прям можно увидеть тени, куда ионы не смогли долететь. Тетероскопия ядер отдачи и хвост обратно рассеивания. Что еще там? Безонансно-ядерная реакция можно исследовать. А вот эта вторая камера, это вывод кучка гелия водорода на улице. Сюда остается пиалка с бактериями, как я сказал. Тут такой острый наконечник. Безсердечно убивают. Да, они бессердечно убивают. Но на самом деле убивают не заряженные тяжелые частицы, а убивают. Грубо говоря, ударная волна, вот как-то цитоплан мне называется, клетка сама. Как ядро упало, да, возникла эта волна, волную клетку, бам. Более. Дырдочки выходит пучок. Из этой дырдочки. Более того, эта дырочка, она не, как сказать, не отверстие, а она затыкается углеродным материалом, шариком таким. Соответственно, пучок гелия, шарик диаметром там, не знаю, несколько сот нанометров. Пучок гелия через него пролетает нескольких мэп, как бы не теряя особой энергии, не расходясь, так сказать. А воздух туда уже не засасывает? Да, из-за того, что дырочка заткнута, как бы внутрь ничего не проникает. Стенки у помещения, где установлен генератор, толстенные, с металлической крошкой и такие же монструозные тяжелые двери. Все это нужно для защиты работающего здесь персонала от вредного излучения, неизбежно возникающего при соударении быстрых частиц. Когда этот генератор включен, в помещении, естественно, никого здесь нет. Ну и напоследок я с тобой прощаюсь. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok